шатается еще камера на стойке всем привет всех с прошедшими праздниками праздники еще идут пасхальные они обычно три дня насколько я помню праздноваться ну я уже потихоньку решила приступать приступать к своему любимому рукодели еле дождалась чтоб закончилась неделя с праздниками с подготовкой все помнят мои мои панно которые я не знала как обработать ну я посмотрела видео спасибо youtube и спасибо тем кто делится в общем то я решила что панно стоит конечно обработать тоже тканью полосками ткани и я покопалась у себя в залежах нашла юбочку юбочка была вот такого цвета шифоновая на подкладочке она такая ровненькая очень хорошо порезалась на полосочки полосочки будут в четыре слоя то есть я буду сейчас пришивать один край потом заворачивать где-то вот такой ширины будет получаться окантовка это увеличит визуально мои картинки меня это очень устраивает то есть это будет вот так вот так чуть уже это будет полоска ну в общем класс я считаю что отлично и по цвету она подходит и по качеству в общем то подходит не яркая не броская все получается как бы в тему я сейчас потихоньку все это обошью и процесс ну чуть-чуть покажу как я это буду обшивать там ничего такого сложного нет самое сложное было собрать всю эту всю эту художественную пиццу мою единственная я еще буду изнанку все-таки покрывать сплошной тканью я не хочу меня не устраивает такая изнанка я сделала глупость что я основу положила красивую основу начало прошивать но ничего страшного я просто сейчас другую изнанку еще добавлю красивую красивую гладкую однотонную в общем то чтобы это имело законченный красивый аккуратный вид все таки это очень важно поэтому я начинаю обработку своих панно покажу как я это делаю ну и надеюсь что я все таки уже смогу в этой же серии показать как это выглядит на стенах мне уже очень не терпится поскорее поскорее все это повесить и любоваться все пошла ну вот мне уже есть что показать прошу прощения я очки туда-сюда двигаю значит я я хотела пошире эти планки сделать ну когда стала уже пристрачивать некрасиво во время остановилась и разделила пополам значит вот я пришила от утюжила сейчас я буду просто вот так заворачивать отлично ложится цвет отлично подошел и просто вот так заворачиваю и просто прострачиваю то есть ну можно будет использовать и как панно когда надоест я смогу использовать но на тумбочке там я не знаю на кухонном столике на журнальном просто как бы еще еще куда-нибудь можно будет использовать значит я сейчас отстрачиваю в эту сторону по лицевой стороне уже и обрабатываю вторые стороны ну и так я сделаю со всеми пятью своими панно и потом покажу что получилось практически вышла на финишную прямую смотрите я значит перестрачиваю по двум сторонам сначала пристрочила и перестрачивая как я показывала а потом я престрачиваю к этим двум сторонам Пристрачиваю, а потом, видите, своим клеем, который я все время показываю, я оставляю свободный край, но только подравниваю чуть покороче, вот такой вот, да, я его оставляю. Потом я промазываю клеем по внутренней стороне, заворачиваю, заутюживаю, от утюга он приклеивается, потом я вот так вот все поправляю, еще раз заутюживаю и буду перестрачивать. Надеюсь, я понятно объяснила, но не получается мне по-другому объяснить, вот видите, здесь еще не подклеенный край, а здесь уже подклеенный, вот он, надеюсь, видно. И вот потом я его тоже подворачиваю, проутюживаю, он уже намазан клеем, и все, и перестрачиваю. Это опять предпоследний этап, как я поняла. То есть я обшила, полностью я обшила, осталось чуть-чуть смахнуть, может быть, где-то ворсинки какие-то. Приделала я кругом черные задники, не люблю черный цвет, но на заднюю сторону, как бы на обратную сторону, очень даже пойдет. Значит, что мне осталось? Мне осталось отрезать ниточки от швов. И, ну, так как я не профессиональная швея, но где-то чего-то я все-таки не учила, и вот эти части я буду, их можно, конечно, так оставить, но я думаю, я все-таки вручную и очень аккуратно обработаю. Ну, то есть, закрою, соединю, и будет очень даже хорошо. Показываю, это самая первая была. Да, это была самая первая. Потом была вот эта. Надо подумать, где они будут висеть. Это та, на примере которой я показывала, как я все это выкладываю. И потом вот еще две. Нужно подумать, где они будут висеть. Они такие у меня, не знаю, ну, осенние, вернее, простите, не осенние, а, как это сказать, южные, даже не знаю, хотя, может быть, не все. Ну, пара из них точно осенние. Ну, в общем, это не важно. Время года можно изобразить таким образом, какое угодно. Очень нравится мне эта техника, очень нравится. Какая она приятная, какая она интересная. В общем-то, опять же, утилизация происходит потихоньку. Опять коробка мусора. Но здесь такой мусор интересный у меня. Этот я весь не буду выбрасывать. На следующую, на следующую фантазию пойдет. У меня, у меня лежат заказы на блокнотики. Вот я хочу в таком стиле блокноты сделать. Очень красиво. Ну, и еще есть идеи, не буду их озвучивать, буду показывать. По мере рождения этих проектов, буду их показывать. Озвучивать не буду. Ну, а в принципе, в планах юбка, которую я все еще планирую, планирую. Не могла найти две вот эти салфетки. На выходных хотела порисовать, подумать, пораскладывать. Но не могла найти эти две салфетки. Ищу кое-что. Потом у меня вот моя подписчица, мы встречались. Позаботилась о том, чтобы у меня был ботинчик. Видите, огромный кусок такой. Так мне повезло. Вот он в два сложены. Еще здесь в два сложены. Это мне Лена. Это мне Лена. Потом гляньте, что у меня еще есть. Мне всегда не хватает каких-то коробочек, корзиночек. Это мне моя подружка презентовала корзинку. Ну, это пицца, которую я делала из отходов. А это вот Лена мне еще, видите, ленту пребсовую привезла по очень удачной цене. Три таких рулона. Я еще не придумала, куда я их дену, но я придумаю. Ой, вот еще что мне перепало. Это такая сеточка. Вот такую тонкую я покупала, нежную. Это пожестче. Но она тоже пригодится. Я здесь в какой-то пицце, я сейчас покажу, если это будет видно. Здесь немного, вот я красным покрывала, видите, он более такой красный, этот кусок. А здесь такой бледно-бледно-салатный. Где-то еще, сейчас не найду. А вот, вот, вот тут тоже кусочек, вот кусочек шел красный, а здесь зеленый. Она такая тонкая, тонкий был фатин. Еще тоньше, чем эта красная. Ну, очень бледный. А это такая пожестче, она будет ярче видна. Ну, под органзой все эти ткани, ну, очень интересно смотрятся. Поэтому, вот, моя задача на сегодняшний вечер, довести до ума все эти пять панно, сделать к ним петельки. Я сначала хотела вшивать прямо из этой же ткани, которая делала в тачку, а потом в последний момент передумала. Я просто сделаю такие петельки, на стенах оно будет, вот я потом покажу, на стенах оно будет смотреться нормально. Как ни старалась ровнять, конечно, как ни старалась. Ткань есть ткань, там сильнее, там уже, там шире. Ну, такой стиль, в общем-то, имеет право быть, может быть, немного неровным, не знаю. Но я еще попробую поутюжить, конечно. Да, они так будут хорошо висеть, просто на петельке, просто незаметная петелька. Изнутри гвоздик будет так повыше, гвоздик будет прикрыт. Будет очень симпатично. Я потом покажу, когда уже развешу. И нужно мне посчитать, я боюсь, что я неправильно посчитала. И мне еще будет не хватать. Либо я тогда на одну из стен не буду вешать пока панно. Ну, в общем, покажу все уже, когда будет готово. Когда будет висеть на стенах. И все это будет включено в это видео. Оно будет минут 15. Наконец-то я закончила свои панно. Ну, это на видео так кажется, что, видите, если так, то с этой стороны неровность. Поэтому они, в общем-то, достаточно ровные для первого раза. Повесила я их на стену. С чем я столкнулась? У нас война. Стены были покрашены в год, когда это все началось. Когда я сняла то, что здесь висело, картинка-то, Оказалось, под ней, конечно, цвет розовый более. А стены уже, видите, практически белые. Хотя они такие были бледно-персиковые. Поэтому я повесила, чтобы не бросалось в глаза, две картиночки. Вторую нижнюю я подвесила на ниточку за один и тот же гвоздик. Я не люблю дырки в стенах, но вот, которые есть уже от 100-летних ковров. Они остались, и я их декорирую картинками. Поэтому вот так. Ну, теперь мне по плану сделать сюда просто большое панно, более продуманное, ну и, может быть, как-то более интересное. А эти я найду, куда повесить. Ну, и вот у меня, видите, вот такая получилась панорама. Это мой рабочий кабинет. Вот эта подушка, которую я вчера вечером захотела сделать. Теперь на очереди еще две подушки. Так все, видите, как в одном стиле. И теперь мне это очень нравится. И у меня по плану чехлы на машинке в таком же стиле. Видите, локализация всех моих коробочек. Не получается мне постоянно держать все это в таком идеальном порядке. Это вот еще требуется мне подушка для иголок, которую я с ноября месяца планирую сделать. Это ждет, это ждет своей нарезки, лоскутики. Ну, здесь, видите, основной мой кабинет. Основной мой угол рабочий. Это я кофе уже пила, пока петельки приделывала. Что-то с моим телефоном, на который я снимаю. А, все, я поняла. Нужно сдвинуть его чуть-чуть. Вот это мой штатив, которым я работаю. И телефон, который туда вмещается. Я бы его давным-давно продала, у меня уже не нужен. Но вот теперь нужен. Это вот. Вот тут мне нужны еще две картинки. Там, где мой фэн-шуй висит. А фэн-шуй я куда-нибудь перевешу. О, вот ты посмотри. Решил перегружаться. Это я его придавила нечаянно. И сейчас я вам покажу в прихожей, как я повесила. Вот. 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 Видите, заходишь в дверь. Сразу такое большое панно. Ну, я думаю, хватит размера. Достаточно. Такого размера. Вот все в цвет. Эту картинку я теперь уберу. Эта картинка была в спальне. Вышивала на вышивальной машинке. Я ее куда-нибудь дену. Ой, что-то фокус. Ну, вот видите, как заходишь с двери. Сразу пейзажик, который хочется рассматривать. Все по фэн-шуй. Все очень даже интересно. А это я перевесила свои картинки фэн-шуйские седать. Теперь видите, как они на балконе украшают мой военный балкон. Я уже говорила, что смысла ремонтироваться нет. Так, мою. Мою, меняю шторки. Покрывальцы вот всякие меняю. И живем дальше. Закончится война. Все поремонтируем. Хорошо, так, все. На этот раз я прощаюсь, люблю, целую, обнимаю. Всех еще раз с прошедшим праздником. Надеюсь, все вы его хорошо провели. В кругу семьи. Пусть у всех все будет хорошо. Подписывайтесь, заходите на канал. Ставьте лайки. Если можно, делитесь в соцсетях. Приглашайте своих знакомых посмотреть, зайти на канал. Надеюсь, будет всем интересно. У меня еще много идей. Буду ими делиться. Буду показывать, как я воплощаю свои фантазии. Все. Всех целую и обнимаю. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok